Неделя происшествий на дорогах. За последние дни произошло несколько ДТП со смертельным сходом, а статистики через минуту. Когда вода не в радость. Непростая ситуация у животноводов Кизлярского района, незаконно перекрывших один из каналов, идущих к рыбным водоемам. В ситуации разбиралась природоохранная прокуратура. Сотни участников из России и зарубежья. В Дагестане прошел юбилейный 20-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры горцы. С народным творчеством поделятся и наши корреспонденты в конце выпуска. И снова аварии, и снова с летальным исходом. Три человека погибли и 56 получили травмы на прошлой неделе в результате дорожно-транспортных происшествий. Крупное ДТП произошло в Агульском районе. Один пассажир скончался в больнице, и трое пострадали. А в Докуспаринском районе в селе Куруш автомобиль с шестью туристами упал в ущелье. Пятеро из них смогли выбраться из машины самостоятельно. Одному потребовалась помощь спасателей. Пострадавшие доставлены в больницы с травмами различной степени. Всего с 27 июня по 3 июля по республике зарегистрировано 21 ДТП. Тем временем некоторые дагестанцы умудряются попадать в ДТП совершенно добровольно. Речь идет о так называемых подставных авариях. Двое жителей Махачкалы инсценировали столкновение и получили страховые выплаты в размере 74 тысяч рублей. Фиктивное ДТП произошло в ноябре 2020 года в Махачкале на улице Ярыгина, где владельцы автомобилей «Газель» и «Тойота Лэнд Крузер» намеренно задели друг друга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, сообщает МВД Дагестана. К четырем годам лишения свободы приговорили водителя автобуса из Дагестана за ДТП, в котором погибло семь пассажиров. Трагедия произошла на территории Калмыкии в октябре 2021 года. Автобус, следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В результате семь человек погибли, еще 13 пострадали. Яшкульский районный суд Калмыкии признал водителя автобуса виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Дагестан занял десятое место в рейтинге регионов с лучшими дорогами. Эксперты РИА Новости провели исследование, сравнив субъекты России по доле качественных трасс регионального, межмуниципального и местного значения. Доля дорог, отвечающих нормативам, в республике составляет 70%. При анализе учитывались размеры колеи, ям и разрушение верхнего слоя дорожного покрытия, выступы люков и канализационных решеток, швы и трещины, занижение обочин. Исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что качество автомагистрали в республике за год улучшилось на 12%. В прошлом году Дагестан занимал лишь 16-ю позицию. В целом, по стране почти половина дорог в регионах не отвечает нормативным требованиям. В Кизлярском районе жители прикутанных хозяйств самовольно перекрыли ответвление от Зиньковского канала, ведущего к Аракумскому и Нижнетерскому водоемам. Выяснилось, что местные животноводы вынуждены были это сделать из-за постоянного повышения уровня воды во время паводка, из-за чего затапливались их пастбище и сенокосы. Для того, чтобы разобраться в ситуации, в Кизлярский район выехали работники природоохранной прокуратуры. Продолжение темы сюжет наших корреспондентов. Водоемы без воды это плохо. Затопление местных пастбищ тоже нехорошая картина. Для природоохранной прокуратуры здесь непочатый край работы. Надо и рыбкам помочь, и людей не обидеть. На сегодняшний день мы выехали на место, где проводилась расчистка, чтобы проверить, как работает канал. Обнаружили, что была самовольно проведена пересыпка на оголовке канала. Он называется Доргинский канал, в который поступает вода на ближайшее действие в Ростной водоем. Естественно, на сегодняшний момент оценить технически или возможно восстановить питание воды. Сейчас возникает проблема, что в основном канале уровень воды поднялся достаточно высоко. Существует реальная угроза, что если сейчас промыть, без регулирующих оголовков ток воды может просто тогда разлиться вода не по каналу, а по своей прилегающей территории, по участкам сельхозназначения. Этот вопрос основной и волнует сейчас животноводов, потому что мы комиссионно сейчас обсуждаем. Поэтому на данной этапе мы сейчас исследуем госзадание, проектную документацию, как проводились работы и были ли отступления от установленных этих работ. Отсюда потом будет дана соответствующая оценка действий либо бездействия у полномоченных органов. Ну и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, что Аракумские и Нижнетерские водоемы обеспечиваются водой через три канала – Зенковский, Ждановский и Серожудиновский. Они берут свое начало из реки Терек в районе Гудийской протоки. На сегодняшний день имеется также проблема на ранее упомянутой локации. Так как это часть заилина и вода поступает только в период паводка. Вода к нам поступает только в период паводка. То есть вот в этот короткий период мы должны обеспечить все водоемы водой, необходимой для ее нормальной работы и функционирования. Потому что нерестные выростные водоемы – это единственный источник пополнения водно-биотехнических ресурсов. Без их надлежащей работы нельзя говорить вообще о развитии рыбной отрасли и о количестве и появлении рыбы в нашем море. По результатам переговоров представители надзорного ведомства с работниками глав рыбвода удалось прийти к соглашению. Мы сегодня собрались здесь, чтобы коллегиально решить вопрос по поводу, во-первых, водообеспечения наших озер, которые находятся здесь, это Аракумский, Нижетерский, Нерестные выростные водоемы. И при этом произвести работу таким образом, что не были бы затоплены прибрежные территории, где осуществляется сельхоздеятельность иными лицами. Поэтому в результате переговоров пришли к решению о том, что значит нами будет поставлено гидротехническое сооружение на головном канале Зенковском, благодаря работе которой возможно будет регулировать уровень подачи воды, ее количество, тем самым будет подаваться одновременно вода в канал, но и при этом обеспечит ее безопасное прохождение до наших озер. Мы сняли проблему, проблему с водоснабжением, значит, так, рыбхозом своих озер и тем, что, значит, на Зенковском канале сделали прорыв и началось затопление земель, хозяйств от конных животных. Вот эта несогласованность привела к тому, что, значит, нам пришлось экстренно собраться, значит, найти заинтересованных людей, руководителей. И вот с помощью прокуратуры, вот Кизелярского района и прокурора лично, спасибо им, мы благополучно этот вопрос решили. Обговоренные работы по обеспечению прохода воды на ответвление Зенковского канала были незамедлительно выполнены и вода в течение суток снова начала поступать в водоемы. Саид Меджидов, Нурмагомед Нурмагомедов, Новости ННТ, Кизлярский район. К другим темам. Считанные дни остаются до начала хаджа. На святые земли Мекки и Медины продолжают пребывать мусульмане со всего мира. Накануне для выполнения обрядов пятого столпа ислама в Саудовскую Аравию отправился последний 29-й рейс с паломниками из Дагестана. Хамза Нурмагомедов расскажет далее. В священных городах Медины и Мекки паломников из Дагестана встречают со всеми почестями. Местные жители преподносят гостям подарочные наборы. Женщинам дарят цветы. Нормально, все нормально. Все хорошее было. Не тяжело было? Не, не тяжело. Мы рады за то, что это керам наш, это такое место отправили. Это, наверное, непередаваемые ощущения, одни эмоции. В Медине паломники посещают места, напрямую связанные с историей ислама. Это первая мечеть, построенная пророком Мухаммадом, мир ему и благословение, места священных, битв, ухуд и другие достопримечательности. Саламу алейкум в Медине. Мы благодарны Жюлиману Керимову за то, что такую возможность нам дали здесь пребывание. Это просто, чтобы все оказались на нашем месте, ему здоровье в дальнейшем, чтобы другим людям тоже вот так помогал. В 2017 году пытаюсь я попасть в эту лучезарную Медину. И хвала Аллаху, в первую очередь благодарю Всевышнего за то, что дал им такую возможность. Это мечта каждой мусульманки, каждого мусульманина. Попасть сюда. И хвала Аллаху, мы посетили всякие места. Сейчас тоже идем на Азиараты и собираемся с этой группой. Мы были в Равзе, аль-хамдуллах. Этот момент невозможно объяснить, передать словами, пока сами не ощутимся здесь и не поймем, пока тут на себе не ощутим эту возможность. Невозможно тут находиться и не удержать слезы. При посещении Равзы пророка, саллиллаху алейху вассалям. А вот в Мекке большинство дагестанцев уже совершили малое паломничество – умра. И уже в девятый день исламского месяца Зульхиджа, что приходится на 8 июля, мусульмане отправятся в местность Арафа, где начнется главный обряд – хаджа. В Дагестане прошел юбилейный 20-й международный фестиваль фольклора и традиционной культуры горцы. В этом году он посвящен 85-летию Республиканского дома народного творчества. Свою культуру представили более 800 участников из России и зарубежных стран. Итоги мероприятия в сюжете – Малики Курбановой. Дагестан в эти дни стал центром фольклорной культуры разных стран мира и регионов страны. В рамках международного фестиваля горцы коллективы путешествуют по республике и представляют свою культуру. Акуша посетил ансамбль из Киргизии. Наша группа называется «Чавалекуи». Для гостей из Киргизии Дагестан стал настоящим открытием. Самобытная культура, вековые традиции, природа. У порога в Акушинский район участников встречали по-дагестански – песнями, танцами, национальными блюдами. Особенно гостям пришлись по вкусу хинкал и чуду. Акушинскому району есть чем гордиться. Каждое село богато талантами и народными умельцами. Ансамбль «Чабалекей» порадовал зрителей красочными номерами со сценическими бытовыми танцами, игрой на традиционных инструментах, стилизованными костюмами. В каждом танце – душа народа. Обмен традициями, обмен мнениями, эмоциями. Спасибо за такой фестиваль ярких эмоций. Мы любим вас, Дагестан. В селах наиболее развито и сохраняется традиционное искусство, сохраняется фольклор. И то, что мы увидели, конечно, это потрясающе. Это костюмы, это звучание, песни. Но как станцевали ваши дети, это вообще уникально. В этом году фестиваль «Угорцы» исполнилось 20 лет. И с 2012 года мероприятие проходит под эгидой ЮНЕСКО. Культурный марафон в течение недели открывал миру уникальную республику и завершился большой концертной программой в Русском театре. Юбиляр – Республиканский дом народного творчества принимал поздравления от правительства республики и награды от Министерства культуры России. Разрешите мне от имени Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского дома народного творчества вручить памятный знак за первое место в номинации «Работа по сохранению нематериального культурного наследия многонационального народа Дагестана». Как отметила директор Республиканского дома народного творчества Марита Мугадова, форум укрепляет и развивает единое культурное пространство между фольклорными коллективами и мастерами декоративно-прикладного искусства страны и зарубежья. Это праздник народной культуры, на котором, как в калейдоскопе, сменяют друг друга музыка, танцы, концерты народных музыкальных инструментов, выставки и мастер-классы. «Самые главные ценности – это наша культура, наше наследие, наши традиции, наши языки. И, конечно, мы с вами все прикладываем усилия для того, чтобы у нас все сохранялось, развивалось и было живым. И наши фестивали, и один из них – это горцы, он помогает оставлять живым то, что принадлежит нашим людям, дагестанцам, россиянам». «Процветание во имя сохранения лучших традиций наших предков. Как мы знаем, ведь культура – это история нашего народа». Малика Курбанова, ННТ, Махачкала. И на этом все. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь, смотрите нас во всех соцсетях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова